Огромный всем привет! Вероника тут смотрит мои старые тетрадки. Как тебе? Прикольно. Это дневник, который я вела, не помню сколько мне лет было, это я куда-то на море ездила. Это тетрадка для праздников. Здесь я планировала кому что подарить. Вот смотри. Папе открытка. 20 рублей. Кружка. 20 рублей, да. Мама шоколадка, открытка. Вот Ленке, подруге я больше всего дарила. И все, и закончили на этом. Да, вот это 98 год. Вот здесь мне столько же лет сколько тебе сейчас. И что это? Что я там писала, почитай. 30 июня в 14.00 нам дали билеты на поезд с Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Новороссийск. Плацкартный вагон. Господи, я не могу это читать. Нижние места. Мы были очень рады. Места 9 и 11. Соседи покупали. Подожди, стоп, стоп, стоп. Вот сейчас, в 2024 году, я могу открыть эту тетрадку и узнать, что когда мне было 12 лет, я ездила в Геленджик на месте номер 9 и 11. Прикольно? Прикольно. Соседи по купе были с детьми. Дев. Девочки, Таня. Таня и Мау. И мальчик Стасик. Да что ты сокращаешься везде? Ничего не понятно же. Понимаешь, вот эта Таня, которая ехала со мной в одном купе, сейчас ей тоже уже под 40. Утром, днём купались. 10.07.98 год. Утром и днём купались, а вечером гуляли по набережной. 11.07. Купались, загорали, а вечером ходили в Лунопарк, смотрели праздничный салют. Закончила ей, а потом мы приехали. Это тетрадка. В следующем ролике открыла, да? Сейчас откроем. Это 96-й год. Здесь 10 лет. Это я ещё меньше, чем в предыдущем. Ого, смотрите, друзья, какое-то число-то не написано, какое число. Ну, не суть, важно? 96-й год. 5.07.96 год. Отбили папе телеграмму в том знаменитом месте, где сейчас ремонтируют поющие фонтаны. Вы понимаете, в чём прикол? Отбили папе телеграмму. Вероник, не было телефонов вообще. Причём не было даже возможности там какие-то... Ну, нет, наверное, была возможность междугородные какие-то звонки заказать. Но мы, когда куда-то приезжали, отбивали телеграммы. Что такое отбивали телеграмму? Ты приходишь на почту и говоришь, можно нам три слова написать в другой город. Тебе дают такой специальный бланк. Ты там на нём пишешь и... Три слова? Ну, там сколько. Там, короче, платишь за каждое слово. И потом вот папа мой в другом городе через несколько дней, может быть, на следующий день, не знаю, но телеграмма – это быстрая история, получал эту телеграмму. Например, мы писали «Доехали, всё хорошо, купаемся». И он в другом городе понимает, что мы всё доехали, всё отлично и мы отдыхаем. Прикольно. А сейчас можно сфоткать по видеосвязи, позвонить. Да. Ты удивлена? Да. Не очень. Хорошо было отдыхать в летней столице курортов – город Сочи. Ну, это, естественно, я под нами диктовку писала вот эту фразу. А почему? Ну, потому что… Это же твое было. Ну, зайчка моя. Вырастешь – поймёшь. О, смотри, я видела. Кот Котович Иван Петрович. Ставила печатью. Писала, когда Кеша нужно есть, когда спать, когда играть. Как ты думаешь, он соблюдал? Нет, коты независимые животные. Вот, смотри, в феврале пять килограмм, в марте уже пять с половиной килограмм. А 24-го, 06-го, 99-го у кота выпал уз. Я это зафиксировала. Ребят, небольшая вставка с монтажа. Я тут работаю, вот, монтирую ролик. Короче, я приболела. Прямо слышите, да, голос какой жуткий. У меня першит в горле. Горло самым болит, кашель какой-то противный. Короче, я думала, что ролик будет гораздо длиннее. Но получилось, что получилось. Не могу говорить, прям очень сложно. Поэтому смонтирую из тех кусочков, которые успела наснимать до того, как охрипло. Надеюсь, вам понравится. И поддержите меня лайком, подпиской. И, в общем, знаете, что делать. Ну что, расскажи, где мы с тобой сегодня были. Мы сегодня побывали в зоомагазине и купили мышку игрушечную. А зачем? А мне нельзя мышку. Будь здорово. Спасибо. Мне нельзя иметь мышку, поэтому мы купили игрушечную мышку мне. Мышку нам нельзя иметь, потому что кот у нас охотится на мышек. Да, очень печально. И у меня уже есть Тимоша и еще есть Григорий. Вот он. Это Григорий, господи. Как смотри, Григория. Это Григорий. Еще есть Тимоша. Он у меня на даче, Тимоша. Вот. Сейчас идем еще в один зоомагазин. Хотим тоже что-нибудь. Выдруг там еще будут мышки? Нет, мы не хотим. Это она хочет. Я хочу. Скупить всех мышек. Короче, мы посидели в кафешечке. Я уже, несмотря на то, что только три часа дня, я уже находила десять тысяч шагов. Вечерами сейчас со Светочкой пойдем гулять. Вот. А Вероника поедет обратно на дачу. На дачу. Да, буду с Тимошкой и Григошкой сидеть. А завтра уже пятница. И последний день Ельца. Да. Почему? Немножко грустненько. Почему так? Ну, потому что в субботу уезжаем. А, ну да. Ты имеешь в виду таких прям отдыхнуть дней, да? Да. Без сборов. Ты прекрасен всех и вместе взятых и без знаки. Я же так же меня мажет. Хочу взять и веру в тебя. Смертельное оружие. Вот эти твои кружева. Здесь я жаждую только тебя. Здесь все наших с тобой, да, ухажешь на жарах. Здесь я буду боя, ты моя, иди сюда. Здесь я буду боя, иди сюда. Что тут у тебя, расскажи? Готовься к весне. Вот спахал здесь, на этом участке, у меня обычно огурцы растут и перец. Во-первых, следом за луком, за чесноком. Вот там вдалеке будет плантация помидор. Опять несколько сортов, свои семена вот такие здоровые. А в теплицах что? Томатный сок будет изумительный. В теплицах, в теплицах уже подготовил. Сейчас уже буду высаживать. Вот в этой теплицах я помидорчик. Пару парковок поставим. Надо ставить. Картошка готовится у меня. Пасадка. Ну, цветочки и... Помидоры? Помидорчики, да. На днях, вот если мороз не приключится, то все будет посажено. А почему в пакетиках подвешивают? Тут у меня сверно. Там семена готовятся к высадке, прогреваются после зимы. Все будет хорошо. Что за сорта помидоров? О, сорта необыкновенны. Вот этот сорт деревенский. Растут с меня ростом. Такие же красные и толстые. Вот такие. Это разные сорта. Я в этом году еще черри посажу. Мне очень понравились. Они маленькие, хорошо идут в салат, в засолку. Ну, всякие. Желтые помидоры очень вкусно у нас получаются. Они так немножко с кислинкой, даже чуточку как солодят. Ну, очень хорошо. На салаты идут необыкновенно. А перец будет? Перец обязательно. Будем опять делать лечо или лечо. Ну, будем. Тоже зимой очень замечательно у нас идет. Икра кабачковая самодельная хорошо идет. И сок тыквенный. В прошлом году по новому рецепту сделали. Весь выпили еще до нового года. То есть в этом году заготовим побольше. Перестанем пить покупные всякие дела. Будем только на собственных продуктах. Так что вот такая веселая жизнь у нас деревенская. А курочек не хочешь? Курочек была у меня мечта недавно. Я был на рынке. Продавали там цыплята. Я прям задумался. Спросил у продавца. Я говорю, а одна курица будет, Джек? Я хотел Веронике дома сейчас сказать. Сюрприз сделала. Она говорит, ну, одна, говорит, приятная. Надо все-таки хотя бы парочек-троечку. А парочек-троечку, ну, то есть содержать за животными. Нужен уход. Ну, кормить-то понятно. Но их не бросишь. А мы то на рыбалку уезжаем, то еще куда. А им загонщик нужен или они могут ходить? Да нет, в принципе. Тут у меня особо ничего такого нет. Могут ходить, клевать червячков где-нибудь захочут. Это они улетят через забор. Улетят? Конечно. Что же делать-то? Запор повыше. Я думаю, не улетят. Если кормить их, они привыкнут убежать. Никто никуда не убежит. Нет, с курами пока и с кроликами нет. Пока, к сожалению. Только сельское хозяйство такое, наземное. Огурцы, помидоры, укропчик, редисочка. Все в полном объеме. Там вот у тебя ягодки обычно, да? Там ягодки, да. Тут есть ремонтантные, есть обычно. Но это надо сейчас после зимы опять все прореживать. К сожалению, по осени я скосить скосил листья, но не занимался. Никогда было. А лучок уже смотри. Чеснок по зиму сажаем, лук по зиму сажаем. Необыкновенно крупный, здоровый, сладкий, как арбуз. Ешь, только улыбаюсь. Вот какой лук. Чернозем. Чернозем, да. Так что все у нас хорошо. Смородина, слива, малину в этом году чуть-чуть. Я ее подрежу. Поаккуратненько, рожевничек. Уже опрыскала жучков, паучков. Теперь ждем. Сейчас зацветет все у нас. А там вот красивые тюльпаны. Я подозреваю, что если такое тепло будет стоять, то в скором времени черешня тут зацветет. Смотри, уже листья у меня. Да, что землю я спасал, примерно, приготовил. Но я еще ничего не делал, потому что дожди должны пройти. Когда все разровняю, все размечу в рядочке, в луночке, все будет по уму. А там картошечка, да? А там картошечка. Обалденный сорт, именно ты видел, он у тебя длинничком. Сладкий. Жарить можно без масла. Кладежная сковородка, она становится розовая. Прекрасная. Поджаристая такая. А тут что будет? Здесь с этой стороны так, вот помидорчики. А здесь я обычно сажаю полбуксы ранней, вот в этой стеночке. И немного перца. Хочется своего пораньше, поэтому здесь будет такое экспериментальное отделение. А ты уже рассаду все посадил? Воу, все уже растет, все светет. Ждем только вот прям со дня на день, как в ночь. Перестанет быть холодно, сразу все сажаем, чтобы не рисковать. Дай какой-нибудь совет моим подписчикам. Совет простой. Ребята, живите с наслаждением. Занимайтесь делом любимым. Не откладывайте на завтра ничего, что можно сделать сегодня. Отдыхайте, веселитесь, работайте побольше. Чтобы были денежки, чтобы было здоровье. Любите ближних. Не держите зла ни на кого. И все будет хорошо. Какие еще советы? Прекрасной ночи. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok